Тимур, кроме тебя в салоне, в твоем есть ведущий стилист? И как его вырастить, и как его не потерять? Ты знаешь, это очень интересный вопрос, потому что у меня команда, которая работает все время со мной. Мы живем вместе в салоне и видим друг друга чаще, чем своих жен, детей и родственников, и собак. Если серьезно, то я не ставил перед собой никогда задачи вырастить стилистов, ну, условно, таких, как я, или заменить себя, потому что каждый человек абсолютно индивидуален. Немного расскажу о структуре, если интересно, расскажу о структуре, как мы работаем. Со мной в смену работают два колориста и один ассистент. И мы втроем работаем, ну, в четвером, получается, с ассистентом, работаем над каждым пришедшим клиентом. Красим, стрижуем, моем, укладываем, вот в такой вот последовательности. Ну, стригу только я. А так работа, она закручена. Соответственно, у нас очень высокая проходимость в день, у нас много людей. Но это, знаете, это не вал какой-то безумный, да? Все это структурировано, это есть определенная система. То есть у нас такое, знаете, там, ну, бедлама. Нет, он бывает, потому что это богемная атмосфера. Но с точки зрения работы каждый мастер на своем месте. Видите, да, отвечает за свое какое-то доделение. Хорошо, я сейчас вот врезу, а сколько времени требуется на окрашивание, например, вот Аиртач? Ну, как мы знаем, что... Одинаково? Один будет мастер делать или вот четыре мастера? Ну, например, если у нас приходит Аиртач, вот мы, когда, у нас есть определенная, да, запись, тень, определенный график, мы делаем утренний бриф, понимаем, так, Аиртач, ты идешь на Аиртач, или эта дама любит, чтобы работал с ней мальчик, значит, ты идешь на Аиртач. Ну, это все очень просто, индивидуально. Вот, к нему идет ассистент, встает, значит, другой специалист, работает на базовых окрашиваниях, тонированиях, или я, и я, значит, все это вместе потом стригу. Мы понимаем, что через 4-5 часов этот человек с Аиртачем будет готов, он будет ко мне в кресло стричься, тот, кто тонировал, освободился, он его возьмет к себе на укладку. Ну, вот так это работает. Это сложно, но это работает как часы. И вот, понимаешь, я создал такую команду, вот это мои вот 7 рук. Это люди, которым мы не разговариваем, сделай то, сделай это. Все прекрасно знают, что нужно сделать. Но, естественно, это не вторые роли. Это люди, которые абсолютно сформированные стилисты и специалисты. И у каждого свой почерк, свой взгляд. Кто-то любит олдскул, милирование от мозга, от рассвета до заката, да, делать. И это лучший специалист в этой области. Кто-то делает Аиртачи, Хэнтачи. У меня есть специалист, который ездил лично, двое, которые ездили к Рамо и Филиппе, лично учились в Бразилии. И они делают им, допустим, вот эти вот бразильские блонды очень круто. Вот они это приняли. Мы все это попробовали, мы все это знаем, как делать, да. Но вот люди кайфуют от этого. Значит, ты это делаешь. Ты любишь скрупулезно мельчить этот Аиртач часами. Пожалуйста, вперед, иди, да. И, соответственно, мы весь объем массы денежной в день делим пропорционально. Такая вот коммуна, понимаешь? Здорово. Каждый выполняет свою именно, да, свою стези. Да, и нет такого, что, вы знаете, я сделал сегодня Аиртач, а это там что-то там корни протонировал. Ну, ничего подобного, это все оценится пропорционально. Ну, по времени получается то же самое. Да, ну, либо, конечно, для бизнеса я могу ответить по поводу Аиртачи. Аиртач или растяжки цвета, это, конечно, убийца бизнеса, если так, положил его руку на сердце, потому что частота прихода, мы не считаем стоимость клиента за его визит, мы считаем стоимость клиента в год. И частота визитов клиентов после Аиртачи или растяжек всех видов очень редкая. Для нас это невыгодно. Конечно, нам выгоднее, чтобы они приходили чаще. Ну, скажи им потом, вы знаете, вы должны обязательно тонировать, вы должны обязательно уходить. Да, да, да. Конечно, конечно. Покрасили на полгода, в норке отрасли, не видно, все нормально. И слава богу, да. Понимаешь, и, соответственно, что мы делаем в этом случае? Мы, естественно, пришли к решению выполнять блочное окрашивание, включать элементы техник, тех или иных, в определенный образ. И таким образом мы сокращаем время. Мы, например, делаем коммерческую зону, там, одним из самых таких востребованных или читаемых способов. А внутри, или там, допустим, в затылочной зоне, мы работаем, ну, более быстрыми техниками, более, может быть, крупными мазками. Это не на тему отвали. Нет, это очень серьезная работа. Но это подход, который дает возможность соградить время. Что такое продюсирование команды? Зачем оно? И как из коллектива мастеров салона красоты можно создать успешную команду? Смотри, когда мы начинаем, например, я занимаюсь бизнес-консалтингом, когда я, например, оцениваю какую-то группу в салоне специалистов, и у меня есть такая определенная таблица компетенций, и я оцениваю специалистов по пятибалльной шкале. И я просто издалека зайду. И, естественно, единица, двойка – это профнепригодность. Это слишком долго и дорого их обучать. Три – это то, что нам надо, троечники. А каким критериям быстренько? Это, знаешь, я делаю мастер-классы, отработку. На отработке я все вижу. Критерии – вовлеченность. Мне не нужна прям идеальная исполняемость моих каких-то там, допустим, задач. Вовлеченность, желание, ну, естественно, умение держать расческу, кисточку. Базовые знания. Ну, какие-то, знаешь, они могут быть ошибки, но они могут быть ошибки по незнанию. Но вот иногда люди так хотят, и они настолько мотивированы, то это, конечно, дает больше шансов. И еще очень важный аспект – время, сколько мы будем тратить на это обучение. Этого человека это очень дорого. Вы, прекрасно, понимаете, год обучения, стилист – это огромные деньги. От 100 тысяч там и так далее. Поэтому владельцу надо будет объяснить, что ты вот на это потрачишь там 50 тысяч, ты его туда-сюда отведешь на 3-4 мастер-класса, он тебе все выпускает на сложное окрашивание и на стрижки. А вот этого ты будешь учить еще год. И не факт, что он не учит. И не факт, что он выучит. Так вот, и подвигаясь к 4-му и 5-му, да, 4-ка – это самая такая рабочая лошадка, да, к 5-му уровню, да, владелец бизнеса приходит к тому, что у него возникают новые боли и опасности, то есть единица, двойка – профнепригодность, а пятерка – это человек отличный, который смотрит вперед. Он смотрит, что дальше, я здесь не могу развиваться. Ну, так вот, и так же я это могу интерпретировать у себя в студии. У меня они хорошистые отличники, понимаешь? И что делать, что с ними? Ну, условно говоря, они себя отождествлять, начинают уже, ну, со мной, это действительно так, уровень высокий, а я им уже не могу предложить, например, ну, еще больше денег, еще больше времени работать, ну, и физически они тоже не могут себя просто выдержать. И я придумал такую идею, как продюсирование команды, мы делаем мастер-классы, и каждого из своих сотрудников я продюсирую, ну, условно говоря, продаю на рынке, для того, чтобы вот этот идеально делает эти окрашенные, вот этот вот, вот эти, ну, вот этот прекрасный стрижет, и так далее и тому подобное. Кто-то у меня в рамках внештатных тренеров, в рамках бренда Вэлла, Няксин, System Professionals, GHD, это укладочные, да, продукты, инструменты, работают, как тренеры в региональных центрах или также в региональных школах Вэлла, катаются по стороне, пропадают семинары, то есть напряжение выхода творческой энергии, она так устраавливается, понимаешь, я, получается, таким образом закрываю проблему ухода человека, да, то есть я даю возможность умирализоваться творчески и еще больше сработать. Она разнесла меня потом по всем чертям, ко всем собачьим, что я там, в общем, и куда-то там перестриглась, но это защита, понимаешь, это защитная реакция, но, как бы, естественно, человек, который облажался, но я не облажался, знаешь, мой девиз, либо на один раз, либо на всю жизнь, когда ты все покрасил, когда все ты осветлил, протонировал, но клиенты еще, ты чувствуешь, остались деньги, то можно сделать... Нет, он не такой. В принципе... Он не такой. Он не глупый. Бывает такая ситуация. В салоне произошла... Жопа. Жопа. Чего-то там вот. В этом случае можно все, когда у тебя же там башка намазана, то надо что-то выкручиваться. Но, конечно, в целом нет. Продолжение следует...